Легенды космоса, созвездие Северного полушария, Большая и Малая Медведица, Валапас и Гончие Псы. Начнем наш рассказ, пожалуй, с самых знакомых и узнаваемых созвездий Большой и Малой Медведицы. Семь самых ярких звезд Большой Медведицы формируют характерную фигуру на небе. Это ковш, который наверняка вы могли наблюдать много раз, но созвездие не всегда было таким, таким. Десятки тысяч лет назад оно выглядело немного иначе. Дело в том, что все звезды ковша Большой Медведицы, кроме Бенетнаж и Дубхе, движутся синхронно в единой группе, тогда как эти две имеют собственные направления движения в космическом пространстве. Изменение конфигурации созвездия будет происходить и в будущем. В созвездие входит самая знаменитая двойная система, Мицар, Куни Алькор, Всадник. Считается, что тот, кто отличает эти две звезды, обладает острым зрением. Можете себя когда-нибудь проверить. А прямая линия, проходящая через две крайние звезды Дубхе и Мирак, дает направление на полярную звезду. Она относится уже к созвездию Малой Медведицы и является самой яркой ее звездой, а также отличным ориентиром на север, так как расположение полярной звезды почти совпадает с северным полюсом мира. Семь звезд Малой Медведицы тоже образуют фигуру Ковша, но меньшего размера. Поэтому иногда можно услышать другое название этого созвездия, Малый Ковш. Чтобы найти следующее созвездие, вернемся к Большой Медведице. Находим ее голову, которая одновременно является и ручкой Ковша. Она как раз направлена в сторону созвездия Валопаса, одного из самых красивых созвездий Северного Полушария. Оно привлекает внимание своим специфическим рисунком, похожим на раскрытый парашют, где парашютистом является Арктур, третьей по яркости звезда в небе. Это название происходит от слов Арктоз, Страж, и Урсус, Медведь, что вместе означает Страж Медведя. Ведь Арктур всегда следует по небу за созвездием Большой Медведицы. А между Большой Медведицей и Валопасом расположилось крошечное созвездие Гончие Псы. Теперь попробуем отыскать наших сегодняшних героев на ночном небе. При этом нужно помнить, что картина звездного неба отличается в зависимости от местоположения и времени наблюдения. Здесь приведены схемы расположения созвездий при нахождении наблюдателя в центре Европейской части России вечером 22 декабря. 21 марта. 21 июня. 23 сентября. С этими созвездиями связано много легенд. Самая известная гласит вот что. Когда-то давным-давно в стране Аркадии правил царь Ликаун. И была у него дочь Калиста. Красота ее была столь необыкновенной, что даже громовержец Зевс восхитился девушкой, как только ее увидел. Втайне от своей ревнивой супруги, богини Геры, Зевс постоянно навещал Калиста. От него она родила сына Аркада, который рос не по дням, а по часам. Вскоре Гера узнала о любви Зевса и Калиста. В приступе гнева она отомстила красавице, превратив ее в безобразную медведицу. Когда сын Калиста Аркад, однажды вернувшись с охоты, увидел у дверей своего дома дикого зверя, он, ничего не подозревая, натянул тетиву своего лука и чуть не убил свою мать-медведицу. Но, к счастью, этому воспрепятствовал Зевс, он удержал руку Аркада, а Калиста навсегда взял к себе на небо, превратив в красивое созвездие, большую медведицу. Чтобы Калиста не было скучно одной, ее любимая собака была превращена в малую медведицу. Не остался на земле и Аркад, Зевс обратил его в созвездие Валопаса, обреченного навсегда сторожить в небесах свою мать. А гончие псы, это охотничьи собаки Аркада, которых он пытается удержать, чтобы они не покусали большую медведицу. Кстати, именем Калиста назван второй по величине спутник Юпитера. Согласно другой легенде, созвездие Валопаса олицетворяет первого земледельца Триптолема. Ему богиня плодородия Диметра подарила колос пшеницы, деревянный плуг и серп. Она объяснила, как вспахивать землю, как посеять пшеничные зерна и с помощью серпа сжать созревший урожай. Первое же поле, засеянное пахарем, дало богатый урожай. Исполняя волю Диметра, Триптолем посвятил людей в тайны земледелия. Для этого богиня дала ему золотую колесницу, запряженную драконами, на которой он ездил по всему свету, обучая земледельцев. После того, как первый пахарь закончил обучение людей, боги вознесли его на небо и превратили в созвездие Валопаса. Ему дали семь неутомимых валов, яркие звезды в созвездии Большой Медведицы. В древние времена, когда ранней весной вечером на востоке появлялось созвездие Валопаса, первого пахаря, люди начинали готовиться к весенним полевым работам.